Непривычная для 9 ноября активность у Леонтьевского кладбища в Ярославле. Строгие ряды серьезных людей в форме. День полиции, который традиционно празднуется 10 ноября, в Ярославле начали отмечать заранее. Цветы на могилы героев несут родственники и ветераны. На мемориальное кладбище полковник в отставке Валентин Курилов в этот день ходит каждый год. Почтить память погибших сослуживцев приходит вместе с супругой, тоже работавшей в органах. Работе тогда еще в милиции бывший глава уголовного розыска отдал больше 30 лет. Начинал в Костроме, потом Рыбинск. Оттуда на повышение в областное управление МВД. Самым памятным осталось это раскрытие убийства в Рыбинске, когда я был начальником уголовного розыска. Грабители убили начальника цеха и начальника конструкторского бюро. По тем временам это было такой резонансно. Закрытый город был. Четыре дня практически без сна работали весь состав. В конечном итоге эту банду раскрыли, задержали. История возникновения службы охраны общественного порядка берет свое начало еще в 1715 году, когда Петр I создал такую службу и назвал ее полицией, что означает управление государством. День милиции начали отмечать гораздо позже, в 1962. Сегодня здесь много знакомых лиц в Гражданском, но многие из них, как выяснилось, бывшие офицеры. А бывших в полиции, как известно, не бывает. Более 20 лет я сам прослужил в силовых структурах, поэтому мне понятно и та боль, потерь, которая присутствует у родных и близких, и у командиров и начальников, когда они теряют своих бойцов. И понятно то настроение предпраздничное у военнослужащих, которые сегодня продолжают служить, защищая наш покой. Уже после все причастные переместились в Волковский театр. Там состоялся праздничный концерт. Полицейских с юбилеем поздравил и глава региона Дмитрий Миронов. Ваша служба с каждым годом становится все сложнее, требует новых знаний, новых навыков, широты, кругозора, умения мыслить на несколько шагов вперед. Правительство региона, в свою очередь, помогает сотрудникам идти в ногу со временем и активно занимается оснащением и техническим перевооружением подразделения областного ОМВД. Кроме праздника, естественно, все сотрудники, кому положено нести службу, находятся на своих рабочих местах. В том числе отряд сотрудников Ярославской полиции несет службу на территории Северо-Кавказского региона. Слава Богу, пока все у них хорошо. 10 ноября торжества по случаю 300-летия полиции продолжатся. В Москве в Кремлевском дворце пройдет традиционный торжественный концерт. В нем также примут участие и глава региона. Юрий Кравлев, Денис Ромашов. День событий.